Специальное интервью на тему финансов, на тему экономики сейчас обсудим еще с одним экспертом. Это цикл программ. С нами на видеосвязи Сергей Хистанов, доцент факультета финансов и банковского дела, ранхиэкспер президент России и советник по макроэкономике, гендиректор открытия брокер. Сергей Александрович, здрасте, спасибо огромное, что нашли время. Сергей Александрович, у нас на самом деле не так много времени на интервью, но мне хочется в большей степени обсудить с вами бюджетную политику. К чему пришла Россия и к чему пришли регионы в конце 2020 года и с чем мы выходим на 2021 год? Потому что огромные дефициты и в бюджетах регионов, и в целом в России. Ситуация в регионах достаточно разнообразная. И региональные бюджеты менее показательны с точки зрения понимания, как монетарный блок, соответственно, связка Минфин и ЦБ, видят развитие ситуации в российской экономике. Гораздо показательнее федеральный бюджет. Но почему региональные бюджеты менее показательны, тоже достаточно понятно. Уже, наверное, заметно больше десятилетия длится политика распределения собираемых налогов таким образом, что большая часть налогов и более стабильно собираемых поступает в федеральный центр, а оттуда уже отдельные регионы, где ситуация с бюджетом совсем уж выходит за какие-то разумные рамки, получают некоторые трансферты. И вот так подобная схема финансирования регионов настолько укоренилась, что, соответственно, эксперты достаточно поверхностно смотрят на положение дел в региональных бюджетах. Просто все понимают, что если будет совсем тяжело, то для каких-то критичных расходов бюджета регионов они трансферты с федерального бюджета заведомо получены. А вот федеральный бюджет гораздо показательнее. Причем лишний раз подтвердился тезис, что логика управления федеральным бюджетом направлена на то, чтобы в идеале иметь профицитный бюджет в совсем уж сложных условиях, как это происходит сейчас, стараются удержать дефицит федерального бюджета за условно-безопасным уровнем 3%. И вот совсем недавно был утвержден проект бюджета на следующие три года. Все пристально смотрели на 2021 год. И цифра, которая буквально все говорит об ожиданиях российского руководства, это 2,4%. То есть это немного меньше условно-безопасного уровня 3%. О чем это говорит? Это говорит о том, что на первом месте формирования бюджета стоит устойчивость России к любым внешним шокам. Раз. И второе, о чем говорит такой вот низкий дефицит бюджета, это то, что преслабутые черные дни, к которым мы уже, можно сказать, более десятилетия готовимся, они с точки зрения тех, кто принимает решения, еще впереди. Ну да, и сколько же я понимаю, что фонд национального благосостояния тоже никто не стал распечатывать и покрывать все дефицитные бюджеты? ФНБ используется, но в сравнении с масштабом проблем в экономике используется очень и очень скупо. Вот буквально точечно. Если посмотреть на то, что делали другие страны, неважно, из группы развитых стран, из группы развивающихся стран, то Россия по сравнению с другими странами тратит аномально мало. Возникает вопрос, почему так? Дело в том, что сама идея накопления резервов подразумевает, что когда наступает черный день, эти резервы используются. Иначе в какой смысл их накапливать? И вот то, что, по крайней мере, с точки зрения пандемии, там, черные дни наступили, вот, может быть, даже уже скоро, благодаря вакцинации, они там от нас отойдут немножко, но использование ранее накопленных резервов очень и очень слабое. А если посмотреть на такой удобный для анализа показатель, как международные резервы, то мы видели абсолютный максимум международных резервов в августе 2020 года. То есть вот никто из других стран подобную политику не правил. Единственная разумная причина, которая объясняет, почему вот так странно, необычно ведут себя эти параметры, это очень простое допущение, что мы активно готовимся к неким внешним шокам, неважно, будь то снижение цен на нефть, будь то там усиление санкционного режима, но на первом месте стоит надежность и устойчивость. А вот когда вы, Сергей Александрович, говорите про внешние шоки, ну вот сейчас вроде бы там уровень цен на нефть, власти говорят, что он их устраивает. Как вы считаете, вот эта вот 40-45 долларов, вот эта вот планка на нефть, она устраивает Россию вообще? Вот если бы такая цена наблюдалась при том уровне добычи и экспорта нефти, который был до марта 2020 года, то все было бы просто прекрасно и просто устраивало даже определенные запасы. Но не забывайте, что эта цена достигнута очень большими усилиями стран-участников сделки ОПЕК+. А де-факто даже многих других стран, которые формально в сделки не присоединились, но добычу тоже сократили. То есть за эту цену заплачено сокращением объема добычи. А для нефтяных компаний, особенно это касается российских, сокращение объема добычи болезненнее, чем падение цены. Потому что большая часть российских месторождений достаточно старой. Максимум добычи был достигнут в прошлый период, в далеком 1987 году. Соответственно, имеются заметные постоянные издержки. И при сокращении добычи приходится распределять себе стоимость на меньшее количество добытых баррелей. Поэтому вот это поддержание нынешних цен, люди смотрят на цену и просто забывают о том, что добыча-то упала, дается довольно болезненно. С точки зрения нефтяного бизнеса, пусть цена будет немножко меньше, не катастрофично, на 20-30% меньше даже, но при этом восстановится уровень добычи. Кроме того, вот такое большое сокращение, там возникают еще чисто технические риски. На старых месторождениях, когда наконец можно будет восстановить уровень добычи, весьма вероятно, что для части скважин восстановить его просто не удастся. Потому что если долго не отбирать нефть на месторождениях с высокой обводненностью, там происходит изменение водного режима, скважины, и восстановить добычу получается или сложно, или дорого, а иногда просто экономически нецелесообразно. Потому что настолько вырастает себестоимость, что добыча нефти на такое месторождение может уйти просто в отрицательную область. Поэтому это достаточно болезненная проблема. И среди специалистов нефтяной отрасли пока консенсуса, то есть что нас ждет, когда эти ограничения будут сняты, пока нет. Идут довольно напряженные дискуссии. Сергей Александрович, вот как раз у меня в продолжение вопрос. Господин Кудрин на одной из крупных конференций или форумов, я уже на самом деле не помню на какой, заявил о том, что потребление нефти в целом в мировом масштабе выйдет на максимум в 2025-2032 годах. И к 1933 году России нужно бы неким образом структурно перестроить свою экономику. Успеет Россия к 1933 году перестроить? И видим ли мы какие-то шаги к этому? Дело в том, что обсуждать 1933 год – это очень и очень оптимистично. Не так давно вышел, по мнению многих, довольно серьезный прогноз развития нефтяного рынка. И есть мнение, что возможно, опять-таки здесь можно только предположительно высказывать мысль, возможно, пик потребления нефти пройден в 2019 году. То есть да, восстановление будет, но, скорее всего, мировое потребление нефти не достигнет уровня 2019 года. Здесь, наверное, нужно вспомнить цитату очень известного деятеля нефтяной индустрии, шейха Ямани, человек, который 24 года был министром нефти Саудовской Аравии, человек, который создал ОПЕК, вот он сейчас жив, он уже довольно много лет, вот он в свое время сказал очень красивую фразу. «Каменный век закончился не потому, что у людей закончились камни». И нефтяной век закончится не потому, что у нас, он говорил от имени Саудовской Аравии, закончится нефть. И вот есть мнение, что возможно, вот этот вот конец нефтяного века потихоньку приближается. И если это действительно так, естественно, как в любом сложном процессе, есть три довольно разных сценария, но все эти три сценария подразумевают, что пик восстановления спроса будет достигнут примерно через 10 лет, то есть да, где-то в районе 30-го года. Но весьма вероятно, что этот пик будет ниже 2019 года, а потом начнется достаточно энергичное снижение потребления нефти. С учетом того, что в большинстве развитых стран доля партий зеленых, то есть тех, кто выступает достаточно жестко за снижение потребления углеводородов, довольно высока и имеет тенденцию к росту, соответственно, шансы, что политическое давление на углеводородную индустрию продолжится, довольно большие. А уже с 2021 года, это гораздо ближе, чем 30-й или 33-й, в Евросоюзе вводится в кавычках «зеленый налог». И пока еще идут дискуссии, насколько большим он будет, но даже вот такие осторожные оценки говорят о том, что он будет довольно чувствительным для российского бизнеса. И мало того, он будет иметь четко выраженную тенденцию к росту. Поэтому приспосабливаться, искать какие-то новые подходы придется гораздо быстрее, чем далекий 33-й или 30-й. А делает это Россия и регионы? Делают они, меняют свою структурную экономику? Или мы не видим пока таких движений? Пока даже серьезных дискуссий на эту тему не ведется. Дело в том, что смена структуры экономики – это, во-первых, медленно, во-вторых, довольно болезненно. В экономической истории есть относительно недавний пример, когда целая страна заметно изменила структуру своей экономики. Это Голландия. В учебники вошло даже выражение «голландская болезнь». Это ситуация, когда добыча природных ресурсов, правда, в Голландии это была не нефть, а газ, приносила настолько высокий доход бюджету, что это привело к росту стоимости национальной валюты настолько, что в стране стало выгодно заниматься только добычей газа, продажей и обслуживанием этого процесса и всем, что направлено на внутреннее потребление. Вот если помните пресловутые тучные годы, то некую аналогию с российской экономикой можно увидеть довольно четко. С оговоркой, что в Голландии это был газ, а у нас, соответственно, была в основном нефть. И когда, соответственно, месторождение было исчерпано, оно и сейчас существует, но сейчас там добыча у нас совершенно невелика, вот Голландии пришлось болезненно перестраивать свою экономику. И маленькая страна с очень низким уровнем коррупции, с очень высоким уровнем развития общественных институтов потратила на эту перестройку примерно от 10 до 15 лет. И было это довольно тяжело. Поэтому, конечно, думать об этом надо, конечно, перестраиваться надо, но наивно думать, что это будет легко и просто. Сергей Александрович, у нас буквально пару минут осталось. Мне хочется с упором на регионы спросить. Вот сейчас многие регионы столкнулись с дефицитом. Кто-то, понятно, дотационные регионы получают транспорты из бюджета. Пермский край тоже получил несколько миллиардов из бюджета. Но у нас активнее заговорили не только о бюджетных и коммерческих кредитах, но и об облигациях. Об этом говорили и 5, и 6 лет назад. Но сейчас об этом активнее. И сам губернатор об этом заявил. Будут они сейчас привлекательные облигации, в частности, Пермского края? Скорее всего, многие регионы будут активно развивать облигационные займы по двум причинам. Во-первых, потому что в федеральный центр все скупее и скупее будут выделять трансферты. А во-вторых, ситуация на долговом рынке с точки зрения процентных ставок сейчас как никогда благоприятна. Весьма вероятно, что мы увидим некоторый рост инфляции, как следствие некоторый рост процентных ставок. И поэтому тем регионам, которые активно подумывают о облигационных программах, наверное, стоит поторопиться. То есть они будут востребованы, Пермский край? Как вам кажется? У нас вроде бы долг небольшой. Сейчас ситуация на долговом рынке такова, что любые ценные бумаги с более-менее нормальным эмитентом, просто из-за того, что процентные ставки очень низкие, интерес банков к привлечению крупных сумм достаточно слабый. Вот любые ценные бумаги с нормальным соотношением доходности и рисков, скорее всего, будут достаточно востребованы. Окей, спасибо огромное. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор «Открытие Брокер» был с нами на видеосвязи. Мы обсуждали экономику и финансы.